всем при всем доброе утро вернее обед уже потому что после работы приехала на пляж прогуляться у нас сегодня после обеда передают дожди видите ну еще это конечно не точно могут передать все что угодно но говорю пока погуляю сейчас с чарли потому что не знаешь после обеда пойдем или не пойдем может быть правда дождь пойдет вот сейчас прогульнусь с ним на пляже все равно еда у меня есть а сама еду думаю салатом у меня же каши вчерашний осталось и вспомнила что солененькими огурчиками будет самое но соленые огурчики мне нравится который в лидоле продают это значит надо опять ехать в магазин в лидо а еще сегодня у нас праздник день отцов вот видите здесь у нас нет 23 февраля но зато есть день отцов который довольно таки хорошо празднуется всех мужчин поздравляют также день сан-хосе святого святого хосе я вчера вы знаете купила лотерейку мужу повесила ему сегодня утром на зеркало чтобы конвертики все дела там поздравляю с ним сан-хосе но что-то он мне не 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 спасибо ничего даже не сказал убежал не дату не увидел достал конечно и убежал куда-то непонятно вот я только проснулась он уже быстрее быстрее так что то ли не оценили то ли не понятно что на пляже какой-то ветерок дует понятный так что я так подумала сделаю ему праздничный обед который будет состоять из жареной картошки с яйцом он обожает это блюдо но так как картошку я жарю очень очень редко поэтому это у нас считается праздничным блюдом вот такие дела и мясо какое-нибудь ему пожарю вот так пускай есть пар праздничный обед скажем так это не знаю что-то говорю даже хоть бы спасибо сказал мой не могу видите у нас такой вроде бы как и теплый с холодным ветром непонятный в общем странно как вообще обещали похолодание такое ну да чувствуется что намного холоднее чем допустим позавчера я даже даже ветровочку одела такую чтобы не прядула и свитер ну его нафиг опять болеть так что сегодня все мужчины испании праздную у них сегодня праздник сегодня празднику мужчин сегодня будет что-то там будет не знаю а может быть загуляет может пойдет с друзьями пиво пить я тут буду ему картошку нажаривать надо об этом уточнить кстати а то понажарю и кто ее будет есть эту картошку жареную ладно будем гулять там посмотрим так вот надо в лиддл съездить за солеными огурчиками сейчас и наверное какой-нибудь ему свинину купить типа карбоната так что утка и вот как можно магазин не каждый день есть я не понимаю я каждый день что-то надо вот сейчас иду думаю у меня огурцов нет соленых я вообще обожаю все соленые а соленые огурцы селедку селедку вообще обожаем что не есть 7 холодильник на посмотреть горчики такие тоже обожаю помидоры не очень соленые и то что не очень даже очень не очень мне вообще как по барабану вот помидоры вообще не люблю никаких не свежие не зеленые не люблю В салат добавляю, ну, чтобы было. А так, чтобы, знаете, вот огурец могу сожрать без всего, даже без хлеба. А помидор нет. Не знаю. Ну, у нас у всех вкусы разные, поэтому можно выбрать из чего. Море волнуется раз. Море волнуется два. Ой, блин, чуть не мандыкнул. С твою дивизию. Смотрите, сейчас. Видите, море все подняло. И можно свалиться только так. Да, Чарли, чуть не мандыкнулась. А что делать? Под ноги надо смотреть. А я все на море не налюбуюсь. Праздничный обед в порном разгаре. Картошку почти пожарила. Я вообще, в принципе, уже поела. Вот, поэтому заварила. Завариваю себе черный чай с лимоном. И буду сейчас чай пить. Только, правда, картошка-то жареная, она горячая есть. Не знаю, когда припрется. Вот сейчас надо опять спросить. Время-то уже три. Поздняк. В общем, сейчас посмотрим, че почем. Вот так выглядит праздничный обед моего мужа. Он когда увидит, офигеет. Потому что такого подарка ему не делают. Делают очень редко. Хлеба надо побольше, чтобы все это макалось. Кстати, я вчера помаду пробовала. Смотрите, она все еще не смоется никак. Так, представляете, какая помада. Вот, думаю, купить. Я вчера и купалась, и терла, и сейчас посуду мыла. Она все еще не отмывается. Прикол. Так вот. Это мясо, такое, чтобы, как говорится, вольта-вольта. Яйцо жареное, чтобы туда хлеб макать. И картошка жареная. Цветы пахнут обалденно. Но они такие длинные, вот эти вот, что мне пришлось их связать, иначе они падают все. Куда это? Причем падают один туда, другой сюда. Эти нормальные четыре, маленькие, да? А эти четыре огромные. В общем, пипец какой-то. Вот так. Праздничный обед мужа. Вышла с Чарли погулять. И все время смотрю вот туда, и думаю, правильно ли я сделала. И успею ли я с ним погулять. Ну, я думаю, что успею. Там-то нет ничего, смотрите. Смотрите, какая картошка. Скоро уже копать. Антошка, Антошка, пора копать картошку. В общем, гуляем. Ветерок такой прохладный. Муж, когда пришел и увидел обед, он офигел. Говорит, действительно праздничный. Еще и хлеба ему двойную порцию дала. Ну, я стараюсь хлеба меньше давать. Говорит, еще и хлеба, еще одна порция. Офигеть. Мясо один кусок, конечно, Чарли достался. Это всегда так. Один кусок ему, один Чарли. Если что, в плане мясного. А так, так что праздник удался. Все поздравляют, все звонят. И отвечала я всем. Он говорит, мне неохота. Я лежала на диване и всем отвечала по ватсапу. Говорю, спасибо написать, напиши. Там у меня напиши. Секретарем была, короче, сегодня работала. Смешно. Блин, ну погоду, конечно. Уже вчера передавали на 5 вечера будет дождик. Сейчас уже на 8 вечера. А может быть, знаете, и не будет. Нифига его. Фиг его знает. Конечно, чтобы нам успеть бы погулять. Потому что мне надо туда пойду, вот так вот обойти, вот там. И вернуться опять в парк, в его любимый. А вчера я была вот в этом магазине Декаса. А, нет, это написано Спасию Касса. В общем, ничего я для мыла не нашла. А я такая дурача, дурочка. В Приморс ходила. Там стоял такой красивый флакон, ну типа туалетного мыла для рук. Было написано Хабон де Манус. Все. И стояло 3 тюбика, но с разными розами, так скажем. Ну я выбрала, где на одном тюбике написано было Хабон де Манус. Но я подумала, что это все тюбики мыла жидкое для рук. И взяла другой флакон с другими розами. Принесла его домой. Читаю. Написано. Лосьон де Манус и Куэрпо. То есть лосьон для рук и тела. Твою дивизию. Ну не зачем их тогда рядом поставили, а? Вот представляете, приперл. А флакон мне понравился. Он там с розами так все. Красиво. Я сейчас приду, вспомню, вам покажу. Ну теперь вылью этот лосьон. Потому что я не пользуюсь никакими лосьонами для тела. Никакими кремами. Но если только летом, когда сушат кожу. А зимой я не люблю, знаете, выйти из душа, как птицы поют. И чтобы мазаться всей, как, и потом сидеть в этом масле, как сардина, мне это не нравится. Вот. Поэтому не пользуюсь лосьонами никакими. Вылью его, а что делать? Ну он недорогой. И залью туда мыло жидкое. И будет красиво. Да? Потому что он будет, лосьон это стоять. Стоять и стоять. Такие вот пироги. Любимое моё выражение, да? Вот такие вот пироги. Птицы везде поют. Прямо это. Вроде бы тепло, знаете. Но ветер, когда подует, и совершенно не тепло. Поэтому укулючилась, как могла. Ну как укулючилась? У меня вот такая вот спортивный костюм. И вот жилетка. Только что горло. Потому что всё равно вот что-то как-то першит в горле. Ну даже не в горле, а вот в груди. Как будто какой-то кашель. И нужно откашляться. Когда начинаю кашлять, вроде ничего нет. В общем, хрен проймёшь. Блин, ну там такие тучи. Дай на небе тучи, а тучи. А тучи. Видите, я встала, и он встал. Я седу, и он садится. Дай на небе тучи. Там вот я пакетики ему покупала. Мне всегда нравятся чёрные пакетики. Ничего не видно, что ты там носишь. Ладно, будем доголивать и узнаю. Успеем ли мы до дома или нет. У меня там поставлен варить. Поставлен варить вообще. Моя твоя понимает. Поставила варить, в общем, пюре из кабачка. Что-то мне кажется воды мало. Надо ещё воды долить. А здесь помыла чернослив. Сейчас залью его кипятком. И будет у меня такой вот ужин. Правда, я уже поужинала. А поужинала я клубникой. Вот. Это пускай заделывается. Поужинала я клубникой. Ну, а это так. Для поддержания кишечника, скажем так. Блин, сейчас воду залью. А то же забуду. Не, нормально там воды было. Сейчас она подкипит. В конце добавлю плавленый сырок. Пару штук. Соль, перец, специи. В общем, вот такой у меня на завтра будет пюре из кабачка. Ну, суп-пюре. Вот. Я уже пропылесосила везде всё. Шерсти, блин, хоть свитер вяжу из Чарли. Я не знаю, откуда у него берётся. Он такой весь, вроде бы как, не особо у меня лохматый. Видите, с своей тут игрушкой, своей любимой. Не особо лохматый. Любовь моя. Ой, моя любовь. Ой, моя любовь. Ты моя любовь. Ты моя любовь такая. Ты моя любовь. Мама, отстань от меня. Отстань от меня. Отстань от меня. Иди целоваться. Иди целоваться. Иди целоваться. Целоваться иди. Иди целоваться. Ой, целоваться давай. Вот так вот и мы целуемся. Да, ну все, поцеловай. Все, 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 иди играй. Иди играй в свою игрушку. А я буду спрощаться с вами до завтра. Я не знаю, у нас какие планы намечаются. Но сейчас придет муж и все, посмотрим, что там он, как он мне скажет. Вот, все притащил сюда. Видите, одна вот такая вот игрушка у него и другая. И какая самая любимая, как вы думаете? Конечно же, вот эта. У меня все с пола поднято, поэтому пылесосила все коврики. Так что кое-какие планы есть на завтра. Но сейчас он придет и скажет, что, почему и как. Вот, так что подписываемся, друзья, подписываемся. Чтобы не потерять. А вдруг какие-то новости важные будут на таком высоком уровне президентском. Я говорю, а вы пропустите. Нельзя. Надо подписываться. Ладно, дождь у нас так и нету. И прогноз погоды уже передает, что его и не будет. Обманули дурака на четыре кулака. Вот так. Сейчас, кстати, программа по первому каналу начнется хорошая. Акин Латьерра здесь на земле. Там всегда хороший прогноз, говорят. И правдивый. Так что надо посмотреть. Вот посмотрите, помада все еще не смывается. Я офигела уже ее смывать. Сейчас пойду, наверное, смою специальной жидкостью для снятия такого макияжа. Я не знаю, прям может купить, что ли, такую помаду-то. Не помню, какая марка. То ли Maybelline, то ли L'Oreal. Точно не L'Oreal. Maybelline, наверное. При марке была, мерила. Ой, мерила. Пробовала. Мерила. И потом подумала, что у меня каких только цветов нет. У меня помад, не знаю, штук 30, наверное. Половину уже надо выбросить. Потому что они же тоже, наверное, портятся. Но у меня же жалко. Мне же все жалко. Мне жаба душит выбросить. Что выбросить? Как это так? А вдруг мне пригодится? Там уже и по чуть-чуть есть, и не по чуть-чуть. В общем, не знаю. Но ревизию надо сделать. Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Так что, друзья, встретимся завтра. Может быть, будет интересно. Необычно, по крайней мере. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока и до завтра.